Как бы начало-то где? Если говорить о России, например, об этом уровне, Лондон, то экономический центр, говорят, что Москва, Петербург. А экономика это что такое? Это наука. Все знают, кто такой Борис Довенщуков. И если проследить путь Довенщукова, а куда поехал он за своим творческим вдохновением, за своим началом? Какие-то центры по экономике поддерживают это культурное и где мы это ищем? Если я так думаю, я мало что понимаю музыки, но мы смотрим на то, куда движется музыка и куда она идет, куда едут наши музыканты. Это слияние с этному музыкой. Поскольку я понимаю, сейчас развитие. Все они поехали по шаманам, по горловому пению и так далее. И они начинают искать вот это слияние. С другой стороны, я не зря спросил, а что такое статус? Потому что есть такой процесс признания. И какой бы ты этному музыку не собрал, пока статусные эксперты это не признают в центре моды, культуры, бизнеса и так далее. Там есть обязательные эксперты, которые так вот ходят и говорят... Ну да! Вот это песня? Да! Вот это квадрат Кузбаслаха нарисованный, вот это да! Сложно отрицать, на самолете невозможно из Барнаула пройти куда-нибудь в другой город без пересадки через Москву. Если, грубо говоря, там группа из Барнаула поедет в монастырь, да, чего-то там поймет и будет это усиленно здесь продвигать, то такого же уровня, как Ремичаков, они навряд ли добьются. Можно ли создать что-нибудь значимое на периферии без Москвы? Там нужно получить итоговый результат своей работы. То есть, соответственно, написать книгу, снять хороший фильм. Ну, предположим, найти всякие книги в Москве. Ну, а чем же? Мне кажется, что вот признание Москвы, ну, это как бы сейчас модно вот в Москву. У меня вот треть одноклассников в Москву ехали просто работать. Называли одним из центров музыки Лос-Анджелес, там, мировой как бы, да? То есть, чтобы получить мировую знаменитость, вроде бы нужно ехать в Лос-Анджелес и получать там ее, да? И диски раздавать там. Да. Вспомним прошлый год. Если знаете, какой клип стал хитом года и набрал миллиард просмотров на Ютубе, да? И его занесли в Книгу рекордов Гиннеса за просмотры, да? То есть, он вообще... Южная Корея, то есть, сроду не Лос-Анджелес. Сейчас для музыкантов вот есть все. Я имею ввиду, и музыкальные инструменты, вот много магазинов, и диски там записывать легко можно, аппаратура есть. Но сейчас нету главного. И там один человек подчеркнул, вот когда была система, да, советская, вот мы там рокеры там боролись с системой, вот это было. Был смысл какой-то деятельности. А вот гениальность или не гениальность? Потому что бывает вот такая лажа просто, там, вот Звягинцев, например, там создал гениальную вещь, оооо все. Потом создал еще какое-то, смотришь, что-то вообще ничего не понимаешь. А все там, ооо, знаете, как котики на пляже лежат там. Ты гениальный, ты крутой фотограф, в частности, если ты делаешь так, как другие, так же хорошо, как вот этот фотограф, так же хорошо, как вот этот знаменитый, известный фотограф. А те уже гениально. А за рубежом, а те, это кто-то уже неизвестный, заменится с автобусом. А за рубежом, ты являешься гениальным фотографом, если ты делаешь что-то... Мне кажется, что гениальность, шедевр, да, это совершенно не равняется популярности. И зачастую бывает шедевры, они вот очень не популярны. Потому что они вовремя были сделаны. Например, классическая музыка, ну она же ведь по большому счету не популярна. Они все в шоке. Как так? Она научилась вообще, это что? Она самая талантливая. А сейчас их нету, получается, сейчас есть попса, и есть вот, которые там высмеивают попсу, там еще там, ворвиху, там, вот это сейчас популярно. Мы все это когда-то в школе проходили, что вот были такие апологеты из искусства, которые, ой, это народу не понять, это вот для избранных. Их тогда бы смеяли, так и искусство должно быть, понятно, народу. Так, вот, вот попса. Так, потом, когда этого наелись, сказали, искусство должно отличаться. Угу. Угу. И вот теперь опять вот этот вопрос, индивидуальность или потребленное великое для себя? Да, 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 да. Вот 250 копий сделал, вот полностью фотографично совпадает, молодец, вот теперь твори. Где искусство, где мне нравится, что люди признают, то есть я с музыкой, на мой взгляд, как бы сложновато, потому что очень часто бывает такое, что, то есть я вот по радио постоянно там что-то передают, там, например, о, там песни Дорс, там что-то сколько-то исполнилось, а вот в таком-то году, когда она вышла, она там вообще была в низах чарта. Я не знаю по стилям, но мне, например, вот это нравится. Когда я пытаюсь поговорить с людьми от музыки, и не дай бог, я говорю Сергею Трофимову, например, если кто-то говорит, например, мне нравится этот фильм, можно и поморщиться, и, на мой взгляд, объективно поморщиться в некоторых местах, и то есть и навряд ли кто-то находит в 50-х годах фильм какой-то забытый, о, так это шедевр. Вот тогда он действительно станет заметным, да, и как бы состоится как культурная личность, и вообще как человек, который что-то может дополнить к этой культуре, привести в нее. А мастер, он нарабатывает, и он может повторить, и первое отличие мастерства, это повторяем. На эпоху заходит в тупик, появляется некий такой рефранслятор, который показывает путь человечеству, который, потому что сейчас очень многие классические произведения, написанные, там, тем же Берлиозом, Битховеном, тем же Моцартом, можно сыграть только сейчас, достигнув этого мастерства. Они там что-то думали, мыслили, да, и все их принимали за каких-то сумасшедших рублей. Вот, а сейчас, спустя тысячи лет, это люди поняли, что это такое, что это действительно великая мысль. Они стремятся к какой-то гениальности, хочется, то есть, чтобы народ знал, чтобы люди, ну, то есть, иметь результаты, свои деятельности, прямо сейчас они ждать пока. Вот, может, эта вот гениальность, ее как-то вот так вот видно, что ли, или не знаю, потому что, когда смотришь, вот, вроде бы, за 50 лет много нарисовал, гениального тоже, не, а вот это вот. Вот эти, Кобзон там, как Шишкин, да, стебалок, Кобзон, сколько лет я его вижу, одно и то же, оно тоже. И вот появилась фабрика звезд, появляются стали новые звезды, то есть, возникла потребность общества в новых звездах, я так понимаю, или все-таки возникла потребность в Москве? Знаете, одно дело, продукт, это продукт шоу-бизнеса. Вот то, о чем сейчас предыдущий арабтор говорил, о нашем барнаульских, допустим, звездах, которые там будут, ну, так принято называть. Делать здесь и там просто. Да, это шоу-бизнес. Одно и то же произведение. Играют 10 мальчиков и девочек. Ну, как на конкурсе. На конкурсе. И вот есть люди сыграли технично, они ёкнули. А есть люди сыграли, она говорит, молодец, твоя ошибка, твою ошибку никто не заметил. И преподаватели, вот ты совершил ошибку, ну, вроде косяк, ты попал пальцем, ну, не туда, пальцы скользкие, ну, вот он да. Что говорить о продукте? Мне недостаточно, когда вот есть в музыке интересная идея. Ну, и что? Ведь музыка, это же не просто информация, которая, вот, с нот, там, какой-то, например, суперпрофессионал, раз, с нот, такой, оооо. И вот самое это интересное заключается в том, что без цензуры и фильмы-то стали плохие снимать. Человек, который, предположим, в какой-то области хочет, то есть не может себя не проявить. Например, если у него условный талант же гитаре, то он ее, найдя под кроватью, самостоятельно начнет в ней бренчать. У меня была всего одна книжка, высланная из Америки, мне писала, то есть мой менеджер, и мы регистрировали авторское право за границей. Это такие вообще, ну, просто тогда это были такие знания, которые, ну, которые вот сейчас Никита Конфилов занимается, регистрирует авторское право. Хочет ли он быть профессионалом или нет? И как бы в этот момент ему приходится, если он решил стать профессионалом, то ему нужно отказаться от того, чтобы делать то, что он хочет, и начать делать то, что не хочет. То, что надо. Это может совпасть. Может, но... Но ненадолго. Но это не обязательно, что человеку, обязательно, будучи профессионалом, нужно делать то, что он не хочет. Вот он тогда не был так сильно развит, только только в социальных сетях,в experto до контакта. И фильм этот, он своего рода как такой некий набор информации, то есть он не совсем как фильм, он смотрится, он больше как учебное пособие для тех как раз, кто хочет воспользоваться этой информацией. То есть это мои наработки, мои контакты, вы можете позвонить Олегу Гробко из фильма и сказать, вот я хочу прославиться. Фильм «Мы с периферией» — это истории разных людей, временной срез древа музыки, видеокнига-летопись для людей мыслящих и ищущих в мире звуков. Это видеохроника о тех, кто стоял на страже сибирского периферийного рока. В фильме «Мы с периферией» лейтмотивом прозвучат темы успеха и популярности, так актуальные для начинающих артистов, творческих людей. В ходе работы над фильмом «Мы с периферией» накопилась масса интересного и эксклюзивного материала, в котором герои фильма раскрывают и затрагивают животрепещущие и актуальные темы периферийного рока, музыкального шоу-бизнеса, делятся своими секретами, раскрывая тайные стороны творческого процесса.